Срыгает негатив, постоянное какое-то недовольство, постоянное раздражение или желание агрессивно себя отвести. Негатив, зачем он нужен? Он же не просто так существует на Земле. Не секрет, что негатив очень сильно распространен на Земле. Невозможно представить нашу жизнь без него. Все мы реагируем на негатив, все мы живые люди. Это нормально реагировать на негатив, он для того и создан. Как правильно реагировать на негатив? Не дать им завладеть собой полностью, пропускать через себя через какие-то определенные каналы, которые выдержат его. Знаешь, допустим, что у тебя есть какие-то каналы ненадежные, соответственно через них не пускать. Ты стоишь, он возле тебя протекает, протекает возле тебя и дальше пропускать его возле себя. Или можно, допустим, можно и энергию с него забрать, пропускать через свои каналы. Какую-то часть энергии у него забрать. Все эти такие сильные эмоции, они все в большой выплеск энергии. В общем-то, часть энергии можно забрать, потому что не вся плохая, она вся перемешанная. Но вот в этом-то самая и хитрость, самая сложность, как его пропустить. Потому что в основном что-то внутри человека, оно цепляет. Именно почему? Мы же говорим о негативе, который цепляет. Если негатив мы действительно можем пропустить, то это хорошо. А если что-то внутри цепляет, он остается, начинается образование вот этих темных сгустков и так далее. И так далее. То есть, как фактически, вопрос сверится к тому, как сделать, чтобы не задевало. Не, ну поэтому и пропускать его через каналы свои, которые у тебя более такие прочные. То есть, допустим, кто-то там что-то изрыгает, какой-то там негатив какой-то изрыгает. То есть, ты представляешь это не как ругательство, а как именно поток энергии. Ну хорошо, но не все же могут пропустить его. То есть, в основном, проблема у людей, что не могут пропустить, что он внутри остается. Не могут пропустить, потому что никто это именно воспринимает как ругательство. А ты воспринимаешь как поток энергии, который проходит сквозь тебя. И ты, как все и говорят, отстраниться. То есть, в этот поток внутрь, который, поток, который находится в этом человеке, туда внутрь не залазит. А именно дождаться, когда негатив выйдет из этого человека, ну как бы он уже, ругательства, из него вышли. И в виде потока пошли дальше. Пошли там уже вокруг себя все захватывать. И могут, да, и может и лярва подкопиться потом с этим потоком. А ты представляешь, что поток вот проходит мимо тебя и проходит и идет. И лучше, конечно, вообще отстраниться. Лучше, конечно, молчать. Но молчать не всегда получается. Если ты начинаешь сам в ответ какой-то негатив изрыгать, то у тебя тоже превращаются эти слова в поток энергии. И вы друг на друга направляете два потока, они взрываются. Взрываются, и все взрываются, и все эти осколки на вас в виде как бы грязи падают. А если ты ничего не будешь изыграть в ответ, то поток пройдет вот мимо тебя. Ну, если ты его будешь так направлять. То есть именно, когда вся эта ситуация возникает, больше лучше думать о том, что вот поток, вот он проходит не у меня, не заходит в меня, а проходит не у меня. На этом сосредоточиться. То есть эта техника ментальная, да, то есть во время именно. Да, во время, именно во время, да. Именно во время этого. Ну, не включаться, конечно, не отстраняться, но не включаться. Это, в общем-то, не требует так много времени, поэтому, ну, то есть обычно негатив требует какого-то ответа. Именно, чтобы еще больше был, чтобы был большой взрыв, и много энергии выплеснулось. Ну, энергии, соответственно, темные выплеснулось. Причем выплеснулось вот наружу, ну, здесь же, на всех остальных, и на них же, на самих, и на всех остальных. Вот, или арвы вам, которые легко от этого взрыва, и очень легко могут присосаться, потому что развивается защита. Ну, так уж и долго, если предстает. Ну, хорошо, то есть происходит негативное воздействие. Часть пропускаем мимо себя, часть, если человек умеет, может себе взять горячего. Но все-таки мы не умеем, как правило, ну, я имею в виду, проблема, да, в чем здесь на Земле, что мы не умеем пропускать мимо себя. То есть, да, можно не реагировать, но, как правило, это будет сдерживание эмоций, да, то есть все равно негатив, особенно вот от людей, которые знают, как подцепить, это люди, которые хорошо понимают, на что действительно человек может сэмоционировать, все равно эмоция возникает. Первая же эмоция, потом мысль идет. Ну, в основном это защиту себе ставить. Ты знаешь, если ты хочешь с этим бороться, чтобы на тебя не действовало. Значит, ты сначала, в первые секунды, ты сначала делаешь действие, чтобы тебя не пробило, а дальше уже, а потом самые первые секунды прошли, потом ты можешь уже более разумно как-то рассуждать. Самые первые секунды именно выставляет защиту. Пока ты защиту выставил, пока ты пропустил через себя негативный поток, уже у тебя и порыв-то первый прошел. Ты уже как-то можешь более разумно что-то рассуждать и более разумно какие-то решения принимать. Хорошо. Если человек все-таки не сумел пропустить, все, уже время упущено, уже осела вот эта темно-негативная энергия, допустим, возникла обида. Как с ней, с обидой правильно работать дальше? Лучше всего не думать, что «ах, меня обидели, мне сделали плохо». Лучше всего именно представить это в виде кляксы на своем биополе и пропускать ее, пропускать мимо себя, мимо себя, мимо себя. Понимать, что гнев, обида, испуг от гнева, решить ничего невозможно в таких мерках действий. А когда уже прошло, первая волна прошла, дальше уже искать во всем этом, то есть все пропустить-пропустить, и дальше искать разумные зерна. А вот когда происходит конфликт, есть, как правило, два типа людей. Первый, ну, два инстинкта, да, вообще человеческих. Напасть, либо убежать. А, ну, либо спрятаться там еще. Отчего это зависит? Почему кто-то хочет напасть, кто-то убежать, да, кто-то спрятаться? Спрятаться, тот, кто понимает, убежать, понимает, что он не сможет его биополе выдержать. Этот поток. И пробьет, и забьет все его каналы и сосуды. Напасть – это тот, кто сам излучает эту негативную энергию. И напасть – это тот, кто хочет понимать, что из этой ситуации можно выбрать, можно получить энергию. От этого вот, от столкновения двух энергий, от взрыва, ты можешь получить энергию. Просто человек не понимает, что можно получить ее другим путем. Он думает, что от взрыва очень много энергии выходит, и на него она попадает, вот он заряжается энергией. Но другого пути он не видит. Ну, а есть вот и другой путь. А у кого более слабое биополе, которые убегают, они, конечно, только теряют, убегая, теряют энергию. Вся энергия, они где-то прячутся, убегают, вся энергия тоже с них сливается. А вообще, почему вот, когда происходит конфликт, есть люди, которые привыкли сдерживать, да, свои эмоции, ощущения, ну, внутри себя держать, да, а есть, которые привыкли выражать, да, то есть, там, скажем, итальянская семья, они друг друга все, там, ну, стереотипно, да, расскажут, а, там, скажем, вторая ситуация, там, кто-то на кого-то орет, а тот, ну, внутри себя, ну, сдерживай, да, сдерживание, то есть, почему человеку страшно говорить о своих ощущениях, почему вот не привыкли люди к этому, и вообще правильно ли это делать, и как это сделать правильно? Сдерживаться? Нет, ну, сдерживаться тоже нельзя, потому что энергия, это, она в тебя войдет, и будет застой той плохой энергии. Если можно, можно, в общем-то, и, и ответить, можно, если понимаешь, что нет другого выхода, то можно и крикнуть, чтобы в тебе ничего не осталось, то можно и крикнуть, но просто понимать, что это не должно быть длительно, по времени. Ты энергию с себя сбросил, и дальше потом ее пропускаешь не в себя уже дальше, а просто мимо себя. Ставить от него, допустим, блок, если ты там не можешь, не можешь пока что справиться, ты перед собой блок поставил, и чувствуешь, как энергия проходит перед тобой там. Можешь вот, можешь именно просто мысли наставить блок. А если воздействие постоянно, например, в семье, какие-то родственники, начальник, то есть вот в таких случаях, что делать? Ну, начальник, то однозначно блок. Энергия ударяется в этот блок, проходит мимо тебя, какую-то часть, можно блок приоткрыть и себя запустить, чтобы зарядиться энергией. Дальше уже тебе будут приходить какие-то мысли такие, что можно ответить конструктивно. То есть негативная энергия, если она в тебя войдет, она у нее для вас есть либо страх развивать, либо агрессию развивать. Чем-то первым все равно это поставить стену. Ну вот у людей в большинстве случаев не получается как раз это сделать. Либо начинают друг к другу кидаться агрессией, либо потом возвращаться все время в эту ситуацию и сдерживаться. А если агрессия, то пусть представляют, что набрали в рот воды. Если агрессия. А если они не могут ответить и сдерживаются, значит, пусть выставляют стену и не представляют, что это не для них вообще. Эта энергия не для них. И это все не для них. Оно все проходит мимо, оно все не для них. Вот оно мимо проходит, проходит мимо, и все так и уходит. Противоположная сторона хотела скинуть негативную энергию. Желательно она кого-то. Хорошо. Ну, с чужим негативом, да, это еще одно. От него можно укрыться, там всякие техники использовать. Допустим, а вот свой негатив, когда он внутри, там никакие защиты купола не помогут. Что тогда, как лучше быть со своим негативом? Ну, то есть, если человек испытывает, например, постоянно какое-то недовольство или постоянное раздражение или желание там агрессивно себя вести по отношению к кому-то или негатив внутренний, да, что такому человеку можно использовать, какие-то практики, методы? Только сливать с себя поток. То есть, если он, допустим, задумался об этом, если вот он услышит, если он услышит эти рекомендации, значит, он уже задумался, уже сдвинулась немножко, прогресс уже есть. То есть, он считает, что если он задумывается, значит, он считает, что он делает неправильно. Ну, а если он уже начинает задумываться, слушать там ролик, то все, он понимает, что это весь негатив, который в нем кипит, это все вот энергия, которую нужно вытаснить. Значит, он уже может как-то бороться с этим потоком. Он может уже направлять из себя. Так, хорошо. А вот вообще негатив, зачем он нужен? Он же не просто так существует, на Земле. Правильно, потому что энергии, должны быть разные энергии, разные заряженности, разные заряженности энергии, они должны сталкиваться, они должны взрываться, какие-то новые рождаться, чтобы было вот именно движение. А если не будет этого движения, так там застой будет. Можно сказать, что люди в мире сейчас стали больше поступать, не реагировать на негатив. Их уже достаточно много таких, которые пропускают эту энергию негативную просто либо сквозь себя для того, чтобы взять что-то для себя, либо мимо. Но, если второй не отвечает, значит, эта негативная энергия не встретила сопротивление и пошла дальше, просто потекла дальше. Ничего этому, выдая не оставив, но она потекла. Взрыва нет, выпуска энергии нет, и если брать масштабы от Земли, то происходит застой. Если в глобальном смысле слова брать, все общего целого, это не надо, чтобы у всех получалось. Потому что, если у всех будет получаться, если все будут такие прямо благостные, и никто не будет ругаться, и никто не будет негатив изливать, тогда и не будет вот этого движения, и брожения энергии вокруг Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова